На следующей неделе, а точнее 12 октября, вступает в действие новая редакция правил автомобильных перевозок. Обновленный документ опубликован на правовом портале Беларуси. Нововведения направлены на формирование более понятных условий работы на рынке транспортных услуг, а также повышение качества и безопасности перевозок пассажиров. Впрочем, не исключено, что в первые месяцы после введения новой редакции между пассажирами и перевозчиками могут возникать некоторые спорные моменты. Наши корреспонденты проехали по гомельским городским маршрутам. Профессия водителя автобуса далеко не самая легкая. Автобусы выходят на маршруты еще до восхода солнца. Но смотреть на эту красоту некогда. В прошлом году автобусы Гомель Обл. Автотранса перевезли почти 190 миллионов пассажиров. За 9 месяцев этого около 140. При этом, несмотря на достаточно напряженный график, водитель всегда должен выглядеть опрятно. Это требование, кстати, нашло отражение в новой редакции правил автомобильных перевозок. Пассажиров. Кабинь автобуса находиться в домашней или спортивной одежде теперь нельзя. У нас разработана форма для водителей. И все маршруты, которые обслуживаются в международном и международном сообщении, водитель должен иметь особенно опрятный вид. Это связано с наличием белой рубашки или рубашки светлых тантонов. И обязательно брюк. Это в сезон. И, в принципе, водители мы переходим на обслуживание в таком режиме постепенно, по всем маршрутам, в том числе и городских. Что касается самих водителей, то идея находиться за рулем в рубашке и брюках понравилась не всем. Многие из водителей маршрута говорят, что летом отказываться от шорт не собираются. Водитель автобусов в этом вопросе менее привередливый. Вадим Ермольчик в профессии уже почти 20 лет и помнит те времена, когда костюм для водителей был обязательным. Я еще начинал, когда было, все помните, маршрут высокой культуры ездил. Нам давали костюмы тоже, ездили рубашки с коротким рукавом. И все, как бы, ну, меня не напрягает никак. Ездим нормально, все уже давно это. И вот со стороны, оно же, в принципе, видно, да, приятнее, когда подъедет или сидит вот так вот там расстегнут, лишь бы учен или хорошо, красиво одет. Правильно? Говорят же, встречают почем? По одежке. Более спорным, чем необходимое соблюдение дресс-кода, даже специалистам кажется новшество, вводимое для пассажиров без билета. Если на руках нет проездного документа, приобрести его нужно у водителя. А поэтому входить в автобус необходимо только в переднюю дверь. По новой редакции доводы, что пассажир просто не успел пройти к кабине, как оправдательные приниматься не будут. Для маршрутов, где нет кондукторов, это может стать проблемой, особенно в часы пик. Поэтому мы обращаемся к пассажирам, чтобы этот пункт вытворяли не в жизнь, исходя из обстановки, которая на пассажирском пункте происходит. И если понятно, что 50 человек в первую дверь будут заходить, это будет связано с опозданием дальнейшего по графику движения. Поэтому пассажирам можно заходить, в том числе и в среднюю дверь. Но обязательно не забывать оплачивать проезд. И в продолжение билетной темы. Новые правила уже не обязывают пассажиров при покупке билетов через интернет распечатывать их для предъявления водителю или контролеру. Среди предлагаемых вариантов приложить смартфон со специальным штрих-кодом к устройству в транспортном средстве. Правда, пока такой вариант выглядит достаточно фантастическим. На Центральном Гомельском автовокзале с использованием интернет-билетов перевозят около 15% пассажиров. И советуют не спешить отказываться от уже проверенной практики. Вы приобретаете электронный билет в интернете, в принципе, на любом из сайтов партнеров, которые действуют по Беларуси. Вам дается номер билета, либо номер заказа. С этим номером билета, либо с номером заказа вы можете пройти в любую кассу, вне очереди, предоставить его. И вам распечатают ваш полноценный билет, с которым вы можете совершить повестку. Так как есть трейсы, которые идут за рубеж, на границе могут потребовать билет полноценный на бумажном носителе. То есть для проверки каких-либо данных. Так как билеты на международные сообщения у нас считаются именными, то есть там указывается номер паспорта, фамилия, имя, отчество человека, который совершает поездку. Поистине головная боль всех транспортников – перевозка в салоне различных предметов. В период сельскохозяйственных заготовок пассажиры везли кто с ярмарок, а кто с дач, сотни крупногабаритных сумок, везер и мешков. По правилам, исключения делаются для упакованного садового инвентаря, музыкальных инструментов в футлярах, детских колясок и инвалидных кресел. Однако на практике выполнить это требование достаточно проблематично. Люди не хотят платить, некоторые спорят по размерам. Это такой процесс, знаете, субъективно. Необходимо уже доказывать, что размеры превышают до 200 сантиметров, которые отрешены в правилах перевозок. Но, как правило, мы стараемся не идти с людьми на конфликт и эти процессы сглаживать. Но людям тоже необходимо помнить о том, что за крупногабаритную багажную кладь необходимо платить. Многое в новой редакции осталось в прежнем виде. Например, всем понятная с детства обязанность уступать специально обозначенные места инвалидам, беременным женщинам, пожилым людям. Вместе с тем пассажирам запрещается курить, распивать спиртные напитки в салоне транспортного средства, а также оскорблять своим внешним видом или поведением общественную нравственность. Всяко бывает, и грубят, бывает и скандалят. Ну, стараешься, как бы так, если что-то на грубость, грубостью, конечно, не отвечать. Потому как, ну, сами понимаете, грубостью ответишь, а то спровоцируешь дальнейшую грубость. И все. Больше ничего этим не добьешься. И только так. Ну, порой приходится просто помолчать и, скажем так, молчишь и все. Приходится. Ну, а когда уже доходит до драк, бывали и драки, всякое бывает, просто 102. Приезжает, не буду урать, звонил не раз, приезжали хорошо быстро. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Валерий Копанько. Новости недели.